Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трикубом. И сегодня я хочу предложить вам еще один мозаичный узор, который выполняется двумя цветами платочной вязкой. Во второй части этого видео я вам покажу, как можно из вот этого динамичного, разделенного на полоски рисунка, сделать более спокойное, ровное полотно. Этот рисунок можно использовать не только для теплых осенних жакетов, кардиганов. Можно им связать с нот. Если вы свяжете вот такой ширины с нот и расположите фигурки вот так, то тоже будет смотреться очень красиво. Полотно одностороннее, изнанка очень аккуратная. Рисунок вяжется просто. Давайте начнем. Чтобы связать со мной этот образец, наберите на ваши спицы такое количество петель, чтобы оно было кратно 8, плюс 3 дополнительные. А высота раппорта, если мы вяжем полосками, то есть у нас будет каждый раппорт отделяться вот этой бирюзовой полосой, тогда 20 рядов. Если мы ее уберем и провязывать не будем, тогда 16. То есть на 4 ряда раппорт уменьшается. Итак, давайте приступим. Вы видите, что я закончила работу бирюзовой нитью, а так как мозаичный узор это смена нити каждые два ряда, сейчас я готовлю к работе черный цвет. Бирюзовая нить остается за работой, а нить черного цвета укладывается на указательный палец. Первый ряд. После кромочной петли, которую можно провязывать, можно снимать это по желанию, мы провязываем одну лицевую петлю, а теперь приступаем к раппорту, который будет повторяться на протяжении всего ряда. Нужно одну петлю снять, вот так как изнаночную, перекинуть ее на правую спицу, а затем 7 лицевых петель. Третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Повторяем. Одна петля снимается, семь провязываются. Оставшиеся петли вяжем просто по рисунку. Сейчас нам нужно одну снять, а две провязать. С изнаночной стороны в мозаичном вязании те петли, которые одного цвета с рабочей нитью, провязываются, петли контрастного цвета снимаются с левой спицы на правую, нить перед работой. Нить всегда будет находиться с изнаночной стороны. Черная нить, значит черные петли провязываем, бирюзовые снимаем нить перед работой. Мы закончили первый и второй ряд. Сейчас идет смена цвета. Черный за работу, бирюзовый на указательный палец. И начинаем третий ряд. Здесь после кромочной нужно провязать сначала 4 лицевые петли. А теперь приступаем к рапорту, который будет повторяться. Сначала одну петлю снимаем, затем вторую провязываем лицевой, следующую петлю снимаем, теперь 5 лицевых петель. Повторяем. Одна петля снимается, вторая провязывается, третья снимается, далее 5 лицевых петель. С изнаночной стороны, с рабочей нить бирюзового цвета, значит бирюзовые петли мы провязываем, а черные снимаем, нить перед работой. Третий и четвертый ряды провязаны. Меняем цвет и приступаем к выполнению пятого ряда. Здесь после кромочной мы провязываем 3 лицевые петли. А затем рапорт, который повторяется. Нужно одну петлю снять, 3 лицевые провязать. Снимаем, 3 провязываем. Повторяем. Снимаем, 3 провязываем. И так далее до конца ряда. С изнаночной стороны петли черного цвета, так как у нас рабочая нить сейчас черная, мы их провязываем, а бирюзовую снимаем. Меняем цвет. Приступаем к выполнению седьмого. После кромочной провязываем 2 лицевые петли. Затем одна петля снимается, 5 петель провязываются. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Затем одну петлю нужно снять и одну провязать. Вот этот рапорт повторяем. Итак, одна петля снимается, 5 петель провязываются, затем одна снимается и одна провязывается. Повторяем. С изнаночной стороны все петли бирюзового цвета провязываются, черные снимаются, нить перед работой. Продолжаем. Сначала меняем цвет и начинаем 9 ряд. После кромочной петли нужно провязать 5 лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. А теперь приступаем к рапорту, который у нас будет повторяться. Нужно одну петлю снять, 7 провязать лицевыми. Снимаем одну, провязываем 7. Повторяем. Снимаем одну, провязываем 7. С изнаночной стороны черные петли провязываем. Бирюзовые снимаем нить перед работой. Смена цвета. Начинаем 11 ряд. После кромочной петли нужно провязать 2 лицевые. Теперь приступаем к рапорту, который будет повторяться. Нужно одну петлю снять, 5 лицевых провязать. Одну снимаем. 5 провязываем. Затем одну петлю снять и одну провязать. Повторяем. Одна петля снимается, 5 провязываются. Одна снимается, одна провязывается. Повторяем этот рапорт до конца ряда. С изнаночной стороны уже знакомая нам техника. Петли рабочего цвета провязываются, контрастного снимаются. 13 ряд. После кромочной петли нужно провязать 3 лицевые. А теперь приступаем к выполнению рапорта. Здесь одна петля снимается, 3 провязываются. Одна петля снимается, 3 провязываются. И так далее до конца ряда. С изнаночной стороны черные петли провязываем, бирюзовые снимаем. 15 ряд. Кромочная петля. Затем 4 лицевых. А теперь рапорт, который повторяется. Одна петля снимается, 1 провязывается лицевой. Еще одна петля снимается, затем 5 лицевых петель. Повторяем. Одну снимаем, вторую провязываем, третью снимаем, 5 лицевых петель. Изнаночная сторона. Бирюзовые петли провязываем. Черные снимаем. Давайте пока вот здесь остановимся, потому что я хочу предложить вам второй вариант вязания этого рисунка. Сейчас мы с вами провязали 15 и 16 ряды. Если же вы хотите, чтобы этих полос не было, а полотно было более спокойным, и вот эти элементы были цельными, то сейчас нужно начинать с первого ряда и провязывать до конца, снова до 15-16. Давайте сделаем сейчас этот вариант. После кромочной я провязываю 1 лицевую петлю, а затем 1 снять, 7 провязать. 1 снять, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повторяем. 1 снять, 7 провязать. Продолжаем дальше. 3, 4, 5, до 16 ряда. Я провязала сейчас уже второй раз весь рапорт с первого по 16 ряд. И вы видите, как выглядит полотно, если нет вот этих поперечных полосок. Если вы хотите продолжать так, то ваш рапорт будет состоять из 16 рядов. Сейчас нужно снова начинать с первого по 16. Если вам нравится более динамичное полотно, и вы хотите, чтобы у вас были поперечные полоски, тогда давайте сейчас продолжим. Нам нужно провязать еще дополнительных 4 ряда. Сначала мы меняем цвет нити. И сейчас я буду провязывать 17 ряд. В 17 ряду мы провязываем весь рисунок, как в первом ряду. Сначала мы снимаем кромочную, затем провязываем 1 лицевую петлю. А теперь 1 петля снимается, 7 лицевых провязываются. Повторяем. 1 петля снимается, 7 провязываются. И так до конца ряда. Второй ряд. Уже знакомая нам техника. Петли одного цвета с рабочей нитью провязываются. А контрастные просто снимаются. Нить перед работой. Мы провязали 17 и 18 ряды. Это был повтор 1 и 2. А сейчас приступаем к 19 и 20 рядам. Оба ряда провязываются полностью лицевыми петлями. Здесь мы ничего не будем снимать. Просто провязываем все петли лицевые. И 20 ряд. Изнаночная сторона. Все петли тоже провязываются лицевыми. Ну вот, провязан теперь полностью весь рапорт, который выполняется на 20 рядах. Посмотрите, как выглядит полотно в этом случае. То есть здесь практически можно варьировать подбор элементов. Можно делать вот такие узкие полоски. Можно делать вот такие широкие. Можно провязывать все полотно только вот так. То есть как вам нравится. Очень простой узор. Когда вы его провяжете, вы в этом убедитесь. А я на этом свое видео заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о каждом новом видео. Всего вам доброго. До свидания.